В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. 3 ноября – мужской день календаря. Что за праздник отметит сильная половина человечества? Яному не место за рулем. Автоинспекторы проводят профилактическую операцию. Взялись за сердце. В Кандалакшу приехал работать новый специалист. Профилактическая операция «Пешеход», которая проводилась в конце октября, показала неудовлетворительные результаты, в связи с чем сотрудниками ГИБДД было принято решение провести ее вновь с 1 по 10 ноября. Кроме того, с сегодняшнего дня в преддверии праздников на территории Кандалакшского района стартовала еще одна операция – нетрезвый водитель. Пять ДТП с тяжелыми последствиями по вине нетрезвых водителей – таковы показатели аварийности за 10 месяцев текущего года. За весь прошлый год было зафиксировано лишь одно аналогичное происшествие. Очевидно, некоторые водители стали забывать о том, что пьяный за рулем – преступник. Ведь он подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Один из примеров такого безответственного отношения – случай, который произошел в Кандалакше на этой неделе. Любительское видео предоставил нам очевидец этого происшествия. Молодой человек, управляя автомобилем, проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и попытался скрыться, но это не удалось. Водитель вылетел на железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось, что этот гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет права управления. Данному гражданину было применено задержание, то есть такая мера административного воздействия, как задержание, помещение его в орган полиции, и затем он был подвергнут административному наказанию в виде административного адреса. Учитывая увеличение количества подобных происшествий, а также приближающиеся праздники, автоинспекторы с сегодняшнего дня приступили к проведению операции «Нетрезвый водитель». В планах увеличить полицейские патрули, выезд в отдаленные населенные пункты, а также обмен нарядами ДПС с Терским районом и Полярными зарями. Операция продлится до 5 ноября. Вопрос нехватки специалистов в системе здравоохранения по-прежнему остается острым и в целом по стране, и в отдельно взятых муниципалитетах. Поэтому каждый раз появление в какой-нибудь больнице нового врача воспринимается как положительная тенденция. Наметилась она и у нас. Во взрослой поликлинике уже несколько месяцев работает молодой кардиолог. Кто бы подумал, из Благовещенска в Кандалакшу. Молодой кардиолог приехала к нам не по приглашению, по личной инициативе. В мае этого года Мария Соколова еще определялась с решением, а в июле приступила к своим прямым обязанностям. Главное в работе врача, считает Мария Сергеевна, помочь человеку. Моя цель как кардиолога, это помочь человеку стабилизировать давление, рассказать о том, как правильно вести образ жизни, рациональное питание для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. За плечами учеба в Амурской государственной медицинской академии. Сейчас о своих профессиональных планах Мария Соколова говорит скромно. Учиться, развиваться, осваивать новое, чтобы расти как специалисту. Работать в Кандалакше Марии Сергеевне пока нравится. Наша поликлиника, признается молодой врач, мало чем отличается от подобных там, откуда судьба привела. На Дальнем Востоке ни лучше, ни хуже. И все-таки хочется верить, что наш город Марию Соколову в хорошем смысле удержит, даст возможность проявиться ее важным профессиональным умением. На федеральной трассе снова собираются вводить ограничения для проезда автотранспорта. Дорогу перекроют на 1171 километре. Это участок между Кандалакшей и Полярными Зарями. Связано это с производством ремонтных работ. Они запланированы на 6 ноября в период с 11 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Далее в нашей программе новости короткой строкой. В начале декабря в Кандалакше пройдет профессиональный конкурс педагогического мастерства «Учитель года». Победителей состязания определят в нескольких номинациях, а пока горожане могут ознакомиться с конкурсантами и их электронным портфолио. Вся информация размещена на сайте информационно-методического центра. Там же организовано онлайн-голосование, по результатам которого будет определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». В Кандалакшском ЗАГСе подвели итоги за октябрь. Согласно данным отдела, в минувшем месяце в нашем районе появились на свет 40 малышей, 19 девочек и 21 мальчик. Самые распространенные имена, которые наши звелики дают своим детям – Даниил, Константин, Егор. Девочек все чаще стали называть Ольга, Софья, Ульяна. Новый год встретить у новой елки. Городские власти намерены обновить главное новогоднее украшение города. На смену железному каркасу и лапнику придет светодиодная елка высотой 14 метров, которая украсит центральную площадь. В планах также закупить современное световое оборудование для оформления городских улиц. Конкурс на приобретение светодиодной елки и иллюминации уже объявлен. Прокуратура города проводит горячую линию по вопросам нарушения жилищных прав граждан. Свои жалобы по данной теме кандалакшане смогут озвучить 6 ноября по телефону 9-62-15. К нам обратились жильцы дома номер 4 по улице Уверова. Они попросили нас показать, в каких условиях им приходится жить. По словам жителей дома, данное строение давно обветшало и стало практически непригодным для нормального проживания. Дом на Уверова-4 был построен в 1936 году. На сегодняшний день здание практически непригодно для проживания. По словам жильцов, одна семья из четырех прописанных уже давно съехала в другое место, не дожидаясь переселения. Причина в том, что даже находиться здесь страшно. По официальным данным, процент износа сетей, кровли и полов дома составляет 70%. Капитального ремонта жильцы не припомнят. Текущий тоже не ведется. Горячей воды нет уже полтора года. От проседания дома вылетают стекла. Да и само здание практически разваливается на части. Трубы, вот смотрите, газовые трубы как. Вот, смотрите, они оторваны. Там соседи пользуются газом, не дай бог их прожмет. У них баллон дома как бы, но все равно ничего они не делают, вообще ничего. Один из жильцов, Александр Корнилов, ждет обещанного переселения с 2008 года. Четыре года назад он был признан аварийным и предназначенным к сносу. Однако и по сей день никаких изменений нет. Хотя квитанции на оплату коммунальных услуг приходят регулярно. Все, что можно, хозяин пытается ремонтировать сам, но признается, что всех работ не переделать. Я единственный, кто здесь в этом доме, кто платит за... То есть я хочу нормальную квартиру себе получить, жить с сыном. То есть я не могу сюда сына привезти, он сейчас живет у жены. Потому что я боюсь за него, что он здесь. Здесь большая влажность, он постоянно здесь болеет. Все, больше я не могу ничего сказать. По словам специалистов администрации, дом действительно считается аварийным. Он уже стоит в программе по переселению граждан из аварийного жилья. На улице Пронина будет возведен новый дом, рассчитанный на 35 квартир. В него и планируется переселить всех жильцов из дома на Уверова-4. Согласно графику, который предоставил подрядчик в администрацию города, срок сдачи объекта – май 2013 года. Также хочется отметить, что по программе переселения граждан переселяются все без исключения граждане Уверова-4. То есть это касается и приватизированных квартир, и квартир, которые находятся в муниципальной собственности. Но точно ли в срок произойдет обещанное переселение, сказать не в силах никто. Даже чиновники. Все будет зависеть от того, успеет ли подрядчик сдать свой объект в установленные сроки. Региональным правительствам принято решение о приеме в собственность части имущества Министерства обороны, находящихся на территории Алла-Курти. Речь в данном случае идет о 13 объектах. В числе первых, собственность области передана здание пожарного депо. Оно уже закреплено за Кандалакшским территориальным подразделением Государственной пожарной службы. Ранее его сотрудникам приходилось ездить на дежурство в Алла-Курти. Теперь в селе будет создан свой самостоятельный отряд огнеборцев. Позитивные перемены ожидаются и в сфере здравоохранения. Министерство обороны отказалось от помещения поликлиники. Удобная, просторная, построенная по финской технологии с учетом всех требований. Здесь у нас находится скорая помощь, амбулатория. Здесь будет формироваться аптека, здесь будет формироваться дневной и ночной стационар. Здесь есть и рентгеновский аппарат, и зубо-стоматологическая установка. Там кое-какое оборудование нам военные оставили. Я думаю, что это будет самая лучшая амбулатория Мурманской области. В связи со сменой собственника изменится к лучшему и судьба госпиталя, а также корпусов, расположенных на территории медицинского учреждения. Там будет создан стационар для пациентов с расстройствами нервной системы. В помещениях можно разместить порядка 150 человек. Функционировать медицинское учреждение начнет в следующем году. Сейчас пока проводится работа по набору персонала. Завтра у сильной половины человечества есть основания на особое внимание с женской стороны. В первую ноябрьскую субботу отмечается Всемирный день мужчин. Инициатором появления этого праздника стал президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Его идею поддержала Организация Объединенных Наций и другие общественники мира. В нашей стране мало кто знает о существовании смысла международного праздника. Ведь традиционно мужским у нас является День защитника Отечества. А между тем, с 2000 года новая дата заложила и новую традицию – вручать Всемирную мужскую премию. Ее получали политики, ученые, артисты, бизнесмены и наивыдающиеся личности за положительный пример, который подавали своими моральными принципами, профессиональными достижениями и поведением в целом. Обладателями особой награды в разные годы были Иоанн Павел II, Лучано Поворотти, Майкл Джексон, Стивен Спилберг, Ален Делон и многие другие. В 2006 году эту премию перестали вручать. Наверное, потому что оценить мужской вклад в развитие общества одним таким призом невозможно. И в продолжении темы. В настоящее время несколько наших земляков удостоены наград за профессиональные достижения. Это ли не повод накануне Всемирного дня мужчин показать хотя бы одного, который, по признанию его коллег, не только хороший работник, но и вообще замечательный человек? Не мечтал работать в пожарной охране, но так сложилось. И настолько удачно, что уже сейчас вместе с другими коллегами Кандалакшского подразделения представлен к большой награде за добросовестный труд. Впрочем, получаемая в Мурманске медаль – не главнейшая ценность в жизни Алексея Евсеева. Первое место – семья, конечно. Потом работа, карьера. Тут сложно что-либо говорить, потому что самое ценное, что у нас есть – это наша жизнь. Путь от простого пожарного до командира отделения, а затем помощника начальника караула – есть не что иное, как годы упорства, ответственности и многих других важных профессиональных и личных качеств. И потому теперь уже руководящая должность Алексея Владимировича вовсе не случайность. Это трудом завоеванное признанием. Я считаю Алексея добросовестным, исполнительным работником. И во всех случаях, когда требуется его помощь, он всегда не отказывает, помогает. Кто его знает, считается, и мое личное мнение, что очень хороший человек. Что добросовестно, он всегда, как хочется сказать, относится к работе, но он всегда не отказывается помочь в каких-то вопросах жизненного характера. Разбирается в компьютерной технике. Вот это вот наш незаменимый человек в нашей организации. Всегда вот к нему обращаешься, всегда поможешь. В семье хорошие отношения, двое детей у них. Всегда видно, что он с ними занимается, куда-то ездит за речку, кататься на лыжах, сам увлекается горнолыжным спортом, дети с ним постоянно. Сегодня Алексей Евсеев в числе работников, благодаря которым Кандалакшевское подразделение Государственной противопожарной службы уверенно смотрит вперед. А там еще много новых заслуг. И верятся они не за горами. Ведь предстоящий международный праздник ознаменовывает исполнение мечтаний и достижений поставленных целей. Далее прогноз погоды. Его представляет Единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в Кандалакше будет облачно. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 4. Днем будет облачно, мокрый снег. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха 0, плюс 2. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно снижаться. 3 ноября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле возмущенное. Воскресной ночью будет облачный снег. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха минус 1, минус 4. Днем характер погоды существенно не изменится. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха от плюс 2 до минус 1. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться. 4 ноября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды представляет единое справочное по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте, ответим. На этом наша программа завершается. Приятных вам выходных. Увидимся во вторник в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин